Здравствуйте, ребята! С вами преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И сегодня мы готовимся к ВПР в всероссийской проверочной работе для пятого класса. Смотрите, разбираем номер 8 сегодня. Ребята, это задачи на проценты. Перед вами лежит формула. Обычно в любой задаче говорится о каком-то общем количестве, которое мы всегда будем делить на 100%, и помножать на тот процент, о котором говорится в задаче. А будет у нас получаться с вами какое-то новое количество. Давайте мы попробуем разобрать первую задачу. Секрет в том, что только 100% не меняется. Все остальное будет меняться. Я подчеркну, 100% не изменится никогда. А вот здесь, вот здесь и вот здесь могут быть неизвестные. Там мы будем обозначать их иксиками. Я вам сейчас это покажу. Итак, читаем задачку. Мама получила премию 180 рублей. На подарок дочке она потратила 1% от этой премии. Сколько стоил подарок для дочки? Давайте вдумываться. Всегда задачку читаем три раза. Я уже говорила. Ребят, пожалуйста, три раза не меньше. Может быть, и так все решится само. Если само не решилось, показываю, что делать. Мама получила премию 180 рублей. Вы согласны, что это общее количество? А вижу, что согласны. Умнички. Напишем в эту колоночку общее количество. Напишем 180. Помните, я говорила, мы всегда делим на 100. А сказано, сколько это процентов? Да, 1%. Значит, умножаем, видите, на 1%. И у нас должно получиться какое-то число. Давайте я вам покажу, как быстро делить на циферки 1, а потом нолики. Вот на 100 давайте попробуем. 180 делить на 100. Это нужно в конце числа 180 поставить точечку мысленно. Я ее нарисую. И два нолика отчеркнуть в ту сторону, влево. Вот какое получится число. Вот тут мы поставим запятую. Получится 1 рубль 80 копеек. А теперь давайте умножим 1 рубль 80 на 1% и получим 1 рубль 80 копеек. Я нолик специально дописывать не буду. Вы его тоже можете не написать, и вам ничего за это не будет. Итак, подарок стоил 1 рубль 80. Вот и все, ребята. А теперь я покажу, что будет, если неизвестное будет прятаться где-нибудь вот здесь или где-нибудь вот здесь. Давайте почитаем задачку. В школе 700 учащихся, среди них 357 мальчиков. А сколько процентов учащихся составляют мальчики? Ласточки мои, пожалуйста, 3 раза читаем. Ага, вижу, почитали. И вот теперь давайте смотреть, где нам составитель задач, а профессор, о котором я уже рассказывала в одном из моих уроков, заложил нам подвох. Смотрим. В школе 700 учащихся. Но это же типичное общее количество. Давайте поставим 700. Помните, я говорила, всегда на 100% делим. А нам процент дан? Ага, нам процент, смотрите, не дан. Сколько процентов учащихся, значит, здесь мы поставим неизвестность. А когда мы чего-то не знаем, мы ставим х. А равно? А какое-то конкретное количество? Сколько стало? А у нас как раз мальчиков тут стало. Давайте 357 вот сюда напишем. Смотрите, как интересно. Если вы эту формулу помните, то вы всегда можете подставить все известные и вычислить, кто враг, кто шпион, кого будем искать? Ребятушки, дальше уравнение, как мы его обычно делаем. Давайте сразу 700 поделим на 100. Можно я прямо здесь сделаю? Я перенесу вот так. Получится 7. Получается 7 умножить на х равно 357. Я всегда так делаю, меня папа-профессор научил. Это он тот самый профессор и был, который задачки придумывал, чтобы равно было строго под равно. Вы можете так не делать, можете здесь равно написать, ничего страшного. Итак, вы видите, что х мешает 7. Плохо, когда рядом с буквой стоит цифра. Мы должны избавиться от цифры, чтобы узнать х. Но если 7 мешает х со знаком умножения, то переедет она в другую часть через равно. Со знаком деления давайте поставим. х равен 357. Давайте я в столбик сразу поделю. Делить на 7. Вот и получилось у нас. В том месте, где стоял х в процентах, это 51%. Вот и ответ задачи 51. Видите, несложно. Опять читаем, опять 3 раза. Давайте. Сколько человек было в кино, если 1% всех зрителей – 7 человек. А давайте посмотрим на общее количество. Сколько было, мы знаем. Сколько человек было в кино, а не знаем. Именно сюда мы и должны с вами поставить х. Давайте поставим, как честные люди. Мы всегда делим на 100. Помните, оно никогда не изменится. Умножаем, а процент мы знаем. А вот он, процент. Мы его знаем. Давайте напишем. А мы знаем, сколько стало? Сколько конкретное количество? А вот оно. 7 человек конкретное количество. Поставим. Вы видите, сколько всего мешает х? И 100 со знаком деления, и 1 со знаком умножения. Давайте я напишу х равно. И сейчас все это мы перенесем. 7 напишем. Оно жило с этой стороны, и оно никуда не уезжало, и не переезжало. Оставляем в своей квартире. 100 переезжает с обратным знаком. А от деления обратный знак – это умножение. Полетело 100 вот сюда со знаком умножения. А единичка мешала ху со знаком умножения. Значит, единичка переедет со знаком деления. Давайте умножим 7 на 100. Это же понятно, что 700, правда? Ну, давайте 700 разделим на 1, а и получится 700. Солнышки, пожалуйста, в голове всегда эту формулу держим, прямо записываем в мозг. И если вы будете ее знать, вы никогда не ошибетесь в задачах на проценты и всегда сможете их решить. А с вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И удачи вам на контрольных экзаменах. Ни пуха, ни пера.